Всем привет! Новое видео на канале. И сейчас я иду выбирать между двумя смартфонами. Honor 20 Pro и Realme X2 Pro. По всем характеристикам Realme X2 Pro тянет, а по камере чуть-чуть вытягивает Honor. Попробую разобраться в этом деле, чтобы не прогадать на ближайшие пару месяцев, может быть больше, может быть меньше, купить себе смартфон. Ну и естественно будет тестирование. Прямо такое плотное. Поэтому берите попкорн. С весной вас. Поехали. Давайте я вам сейчас вкратце объясню, как я вообще пришел к тому, что к осознанному выбору китайца. Вы знаете, что я пользовался iPhone 11 последний. До этого была линейка Galaxy. Какое-то время он пользовался другими iPhone'ами. И когда я выставил на продажу iPhone 11, соответственно я его продал. и на вырученные деньги хотел приобрести себе что-то двухсимочное. Изначально план был двухсимочный iPhone. Но в силу обстоятельств, в силу той цены, по которой я продал свой 11 iPhone, я не смог себе позволить купить двухсимочный iPhone. и считаю, что в принципе сейчас не время тратить свыше тысячи долларов на телефон. Как-то так. Для меня психологическая отметка это максимум 40 тысяч рублей. Ну тут, как говорится, каждый думает в силу своих заработков и своего дохода. И я стал выбирать. То есть iPhone продался, я стал выбирать. Мне нужен двухсимочный телефон, это однозначно, если это не iPhone, это Android. Что я мог себе позволить? Я мог себе позволить Galaxy Note 10 либо Note 10 Plus. Есть варианты взять его дешевле, чем он стоит. А стоит он от 70 до 90 тысяч рублей плюс всякие акции, плюс есть в общем вариант. Взять я отдельно, если надо. Ставьте лайки, пишите в комментариях. Расскажу, как его взять в полцены, то есть 40 тысяч рублей. И после того, как я пошел в магазин и пощупал руками Note 10, обычный не плюс, я понял, что камеры там такое себе за эти деньги, даже за условные там 40-45 тысяч рублей. И я стал думать дальше. В принципе, выборку телефонов сделал. Куда попали следующие телефоны? Вы видите скриншот на экране. Многие скажут, типа, Паш, ну, давай, как бы, по чесноку, OnePlus, типа, все дела, все хорошо. Да, но он стоит 40 с лишним тысяч рублей и не очень-то выигрывает у того смартфона, к которому я в итоге пришел, то есть у Realme X2 Pro. Не такова уж большая разница именно в фото и видео возможностях. После того, как все рамки были сужены, я понял, что выбор стоит, в принципе, из двух телефонов. Это Honor 20 Pro и Realme X2 Pro. Почему я очень долго выбирал между этими двумя смартфонами? Потому что Honor, давайте, скажем так, быстренько экспрессом его оценим. Это удобная диагональ, 6,26 дюйма, соответственно, IPS-матрица, вырез в экране, неплохие камеры, 10-ый Android уже на борту, Google Play Market установлен из коробки, никаких проблем в этом плане нет. Подумал я, и все бы хорошо. Но, когда я его брал в руки в магазинах в нескольких магазинах и пытался погонять в течение нескольких минут, я начал понимать, что после, скажем так, айфона я не хочу возвращаться после 11-го айфона, где HD-разрешение, вы будете смеяться, но при этом экран сочный, контрастный, хороший, у него хорошая яркость и все показатели именно такие, что им удобно пользоваться в плане экрана. И я понял, что мне нужен телефон на AMOLED-матрице. И, соответственно, выбор начал падать все ближе и ближе к Realme X2 Pro. Но на Realme X2 Pro каплевидный вырез экрана, я сейчас это видео пишу на Vivo V18, у него тоже капелькой вырез, причем видос вполне комфортно пишется, пишется на фронтальную камеру, причем даже более-менее нормальный звук. Я не знаю, что там некоторые блогеры говорят, что плохой видос. Ну, за 17-ти тысяч рублей это, мне кажется, более-менее оптимальный выбор. Для большинства пользователей это будет более чем достаточно. И, резюмируя вышесказанное, я понял, что, в принципе, меня парит только вырез в экране. Либо дырка, как в Honor 20 Pro, либо, соответственно, капелька, как в Realme X2 Pro. И надо смотреть в магазине и, соответственно, уже по факту выбирать. Мог ли я купить что-нибудь из Galaxy? Мог. Хотел ли я это сделать? По факту, получается, не хотел. Почему? Потому что камера не вытягивает. Не вытягивает эти деньги, как бы. Либо надо брать, скажем так, все свои деньги и кредитный, некредитный и покупать iPhone 11 Pro. Я максимум не люблю пользоваться. Он слишком большой для моей руки. Если любите маленькие, ставьте лайки. Так вот, на две сим-карты, то есть, ну, еще раз повторюсь, там ценник овер 60 с лишним тысяч рублей. Это если он серый, там, в Уни-БУ, короче, свыше 70, если он новый, то я там гарантии никакой нету и так далее, и так далее. Без двух сима, к сожалению, мне уже сейчас, как бы, получается никак не обойтись. Это, конечно, не супер срочно, как бы, ну, не то, что это, вообще жизни нет. Можно ходить с двумя телефонами, у меня есть балалайка, но, в общем, удобно, когда в одном телефоне, типа, две сим-карты. И вот, с течением вот этих всех обстоятельств, всех вводных, выбор, соответственно, стоит между Honor 20 Pro и Realme X2 Pro. Что бы выбрали вы, пока напишите в комментариях, ну, а я продолжаю. Ну, вот, собственно, по скидочке взял самая низкая цена. Запакованный. Даже коробочка, вроде как, без вмятин, без всего. Прикол в том, что в MVideo они есть еще в Евросети, 35, акций никаких на них нет. Я сравнивал лоб-лоб сейчас в магазине по экранам, то есть я был до последнего в сомнениях, будет это Honor 20 Pro или вот этот красавчик. Слушайте, у меня больше всего парили экраны и, соответственно, вырезы в экраны. Так вот, я непосредственно сравнил, ну, то есть я смогу жить с этой каплевидной челочкой, каплевидным вырезом в угоду хорошему AMOLED-матрице, хорошей AMOLED-матрице, супер AMOLED, и хорошей непосредственно 90-герцовому экрану. Он действительно плавнее и, правду говорят, что после 90 Гц ты не можешь уже пользоваться 60-ю, потому что экраны на самом деле как будто бы дергаются. Будет распаковка. Сейчас я с вами попрощаюсь, скажу пару интересных фраз, где и как приобрести, поэтому оставать еще пару секунд со мной. Собственно, если вы задумываетесь о покупке гаджета именно сейчас, ну, в ближайшее время планировали покупку гаджета, пожалуйста, не затягивайте, потому что, ну, во-первых, курс туда-сюда колбасит, во-вторых, непонятная ситуация вообще во всем мире, что с техникой, будут ли отгрузки, да, они будут, но с задержками, с поставками, Китай вроде как вышел на какие-то операционные мощности, но, опять же, мне кажется, что повышение цен будет, и я прогнозирую от 10 до 20%, ну, до 15% точно, вот насчет 20% как бы под вопросом. Аналитикс меня, конечно, такой себе, но, опять же, вся внутренняя чуйка говорит о том, что цены поднимутся, поэтому, если вы задумывались о приоритете нового телефона, я ни в коем случае не против Honor, но Honor 20 Pro, наверное, мне получится получить на тест, но все-таки в угоду вырезу в экране капельки в Realme, то есть, в Realme я смогу с этим жить. Комфортная диагональ экрана 6,5 дюймов, это прям вот, прям мое, будет подробная распаковка, первое впечатление, это видео о том, как я его купил, большое спасибо, если досмотрели до этого момента, обязательно ставьте лайки или дизлайки, в зависимости от того, понравилось вам или нет, ну и все полезные ссылки, я промониторил весь интернет, будут в описании под этим видео. Самая выгодная цена сейчас на Тимоле, но надо ждать, типа, 3-4 дня, может быть, до недели, если вы в удаленных регионах России находитесь, я не хотел этого делать, разница, там, 500 рублей, как бы, ну и то она коррелируется доставкой в M-Video, сейчас действуют купоны, всегда они были, есть и будут, есть профильные темы, где их достать, если что, может быть, напишите мне, в Евросети он стоит 35, в Honor и по акции, в МТС, ссылочка будет в описании, самая выгодная цена, с учетом покупки аксессуара на 500 рублей, он стоит 24 тысячи, за трубку, которая еще в сентябре, то есть, примерно 5 месяцев назад продавалась, за 35 тысяч рублей, сейчас за 24 отхватить, это безумно клевый телефон, с хорошей камерой, но с IPS-экраном, я уже привык к Amoled, после айфонов, после самсунгов, и ничего с этим поделать не могу, еще раз, в общем, выпуск вот такой вот небольшой, я здесь на YouTube, совсем скоро увидимся, всего доброго, пока-пока.